Кассета 2 Кассета 2 Сомнамбулизма нередко ясно выражается антагонизм между нашим чувственным и трансцендентальным сознанием, происходящий от различия сфер, присущих этим двум сторонам нашего существа. Поэтому в данном случае скорее можно допустить, что самообвинение это совершается в силу сознательного трансцендентального намерения. Сомнамбулы почти единогласно утверждают, что если в низшей степени своего магнетического состояния они способны подчиняться человеческим слабостям, то в высшей степени они совершенно не способны произнести какую бы то ни было ложь. Действительно, самообвинение во время сомнамбулизма представляет настолько частое явление, что магнетизеры нередко пользуются им для проверки сказанного субъектами раньше, если сомневаются почему-либо в их словах. Загипнотизированные также очень склонны высказывать свои тайные мысли. Мы не сомневаемся в том, что со временем сомнамбулические состояния будут применяемы как юридическая мера для приведения преступника к полному сознанию. Ввиду же возможности ложного самообвинения, проистекающего из внушения или передачи мысли от магнетизера к магнетизируемому, будет конечно требоваться, чтобы самообвинение подтверждалось несомненными данными, присягой свидетелей или же материальными подробностями, согласующимися с высказанным преступником обвинением, самообвинением и так далее. Исследования в последнее время по вопросу о гипнозе доказали, что сомнамбула не только исполняли по пробуждению приказания магнетизера, но сохраняя внушенные им мысли под влиянием непреодолимого стремления, признавались в вымышленных преступлениях. Кто считал историю развития человеческих знаний, тот понимает, как нужно много времени для того, чтобы новые идеи получили права гражданства. И не удивляется тому, что в наше время всякий, кто допускает применение сомнамбулизма к открытию преступлений, подвергается всеобщим насмешкам. Однако неизбежная необходимость приведет этот вопрос к положительному результату. Именно тогда, когда в современном обществе, глубоко проникнутом материализмом, количество преступлений возрастет до таких размеров, что обыкновенных полицейских мер не хватит для их раскрытия и обуздания, и придется позаботиться о новых, более подходящих. Чтобы показать, как мало современные юристы знакомы с явлениями, о которых идет речь, приведу следующий характерный случай. Года два тому назад мне писали из Ниццы, что один из тамошних жителей обратился к помощи проживавшего в то время в Ницце парижского магнетизера Роберта для отыскания украденных у него вещей, а равные преступника. Один юноша, замагнетизированный Робертом, указал вора и открыл местонахождение украденных вещей. Показания его подтвердились на деле. Полицейский префект запозорил самого юношу на том основании, что такие точные сведения могли быть известны только сообщнику вора или укрывателю похищаемых вещей. И ни в чем не повинному субъекту, оказавшему в своей способности немало услуг науке, пришлось спасаться бегством из города от такой неожиданной благодарности. Видение призрака той личности, о которой мы думаем и желаем свидеться, принадлежит к числу весьма частых явлений, из чего можно предположить, что явление это зависит именно от степени энергии имеющего желания. Ван Гельмонт упоминает об одном мальчике, который вследствие сильнейшего желания увидеть свою отсутствующую мать, впадал в экстаз, причем ему казалось, что он переносится к ней и затем снова возвращается к себе. И в доказательство истины своего заявления он рассказывал множество подробностей и обстоятельств, свидетелем которых он бывал во время своего экстаза. Это пылкое стремление к свиданию бывает по большей части у тех лиц, которым перед разлукой не удалось проститься с дорогими сердцу. Вот что рассказывает Шопенгауэр. Недавно здесь во Франкфурте умерла ночью в еврейском госпитале одна девушка. На другой день рано утром к директору госпиталя пришла сестра и племянница умершей, из которых первая жила в городе, а вторая на расстоянии целой мили от Франкфурта. Они явились справиться о больной, так как она, по их словам, явилась им обоим в эту ночь. Надзиратель госпиталя, со слов которого я привожу это известие, утверждает, что подобные случаи бывают нередко. Рош на 18-м съезде общества немецких врачей и естествоиспытателей упоминает в своем реферате о следующем происшествии. Недавно, около 11 часов вечера, жена главного доктора Зейфера, принадлежащего к членам нашего съезда, увидала, как перед ней внезапно погасла свеча. Явление это повторилось дважды. И при втором разе послышался сильный удар в стол. Зейфер был в самых дружеских отношениях с одной своей старой приятельницей, у которой бывал в доме очень часто, когда еще учился в Каннштадте, в латинской школе. Эта дама, хорошо знакомая с филологией, репетировала с ним его уроки. Много лет прошло с тех пор. За последние несколько недель Зейфер ни разу не навестил эту даму. Как вдруг, утром, около 5 часов, 80-летняя старуха появилась перед его постелью, как живая. Зейфера кликнула жену, но та ничего не видала. Видение стало понемногу бледнеть и, наконец, исчезло. Как раз в этот самый час старуха умерла, а перед смертью часто вспоминала о нем и очень желала его видеть. Случай этот заключает в себе много замечательного. Погашение огня – одна из подробностей, повторяющейся очень часто. И поэтому можно предположить одну из двух. Или световые лучи препятствуют тому химическому процессу, на котором основано проявление призрака. Наоборот, звуковые волны, например, музыка, содействуют ему. Или же, по крайней мере, свет мешает призраку сделать себя видимым. Так что сам он стремится устранить это препятствие. Часто слышимые в этих случаях удары – явления, объяснимые на основании трансцендентальной физики. Во главе о законах превращения сил. Большинство обыкновенных образованных людей на оба эти объяснения посмотрят как на нечто не стоящее внимания, не считая возможным допустить, чтобы дух человека занимался подобными пустяками. Они готовы отрицать и самые явления. Основываясь на законе приспособляемости, ясно, что наше материальное тело необходимо нам, чтобы жить и действовать в материальном мире сообразно физическим законам. Тогда как тело призрака, находясь в нашем мире, не чувствует себя в своей родной сфере. Если действия его ограничены чересчур просто, на взгляд некоторых, то именно только благодаря ненормальности для него этой среды. Если бы трансцендентальное существо могло действовать чудотворно, не соображаясь с физическими законами, среди которых находится, то это дало бы нам право предъявить ему наши требования и называть ничтожным или не стоящим внимания то, что только кажется нам таковым. Упрек этот, если и имеет смысл в устах человека, верящему чудесному, а образованные люди не захотят, конечно, осознаться в этом, то те, кто не верят в него, высказывая такой упрек, впадают в ошибку против логики. Поэтому гораздо будет рациональнее, если мы начнем изучать эти явления вместо того, чтобы относиться к ним презрительно. Только этим путем можно, надеяться, проникнуть в темную область трансцендентальной физики. Понятно, что существо трансцендентального характера, каким нельзя не признать двойника, если оно лишено тех способов действия, какими обладает человек, должно по необходимости пользоваться всяким представляющимся ему средством, чтобы обратить на себя наше внимание. Господину Эл, советнику при посольстве, явилась однажды его больная мать, жившая очень далеко. Случилось это так. Сначала находившаяся в комнате собака начала проявлять признаки беспокойства. Затем послышались стуки и шорох в разных углах комнаты. И, наконец, Эл увидал перед своей кроватью туманный облик, которым он тотчас же признал свою мать. И успел даже различить лиловую ленту на ее щипце. Видение исчезло, или, вернее сказать, перестало быть видимым, лишь только он вскочил с постели. А на месте призрака показались световые лучи. Оказалось, что в этот самый час мать его действительно чувствовала себя очень тоскливо и недвижимо лежала в постели. Спустя несколько времени она настойчиво расспрашивала, не являлся ли ее призрак сестре ее или сыну, потому что, по ее словам, она с особенной тоской думала о сыне. Лиловая лента, виденная на призраке, была действительно на ее щипце в это время. Нередки случаи, когда призрак живого лица опережает своего оригинала в том месте, куда тот усиленно стремится и встречает какую-нибудь задержку. Натуралист линей рассказывает случаи, где он сам являлся в виде двойника. «Мои комнаты, — говорит он, — были расположены по одну сторону общий зал, а комнаты жены по другую. А однажды она вместе с несколькими другими лицами слышала, как я прошел через залу, отпер мой кабинет, вошел в него и, выйдя оттуда, запер дверь. Она думала, что я оставил там шляпу и палку. И то сейчас войду к ней, однако никто не явился. Тогда жена моя сказала, сейчас придет муж. Случилось это не раз перед моим возвращением домой, даже когда я уезжал в Стокгольм. Советник медицинского департамента Шиндлер рассказывает следующее. Некто Ромер во время своего путешествия сидел как-то раз в номере гостиницы и думал с тоскою о своей жене. Он чувствовал, что ему стоит только сильно пожелать, и он тотчас же перенесется к ней. Вдруг он действительно увидал ее сидящую перед столом с рукоделием в руках. Он сел по обыкновению у ее ног на маленькой скамейке, а она старалась спрятать от него свою работу. Нарочный вскоре посланный женой известил его, что она в указанный час видела мужа именно в этой самой позе. Сделано им подробное описание ее рукоделия доказывает, что он действительно переносился к ней в виде двойника. Баварский штаб медик-мэйер рассказывает следующее. У одного очень образованного духовного лица была очень далеко жившая сестра, о которой в продолжении десяти лет не было никаких известий. Когда это духовное лицо, однажды проснувшись утром, еще лежало в постели, вдруг полок над кроватью раздвинулся, и перед ним явилась отсутствующая сестра, которая, протянув руки, чтобы обнять его, воскликнула «Да благословит тебя Бог, любезный брат!» и затем исчезла. Он передал это видение своей жене, описав подробно наружность и одежду сестры. Во время завтрака, когда разговор шел именно об этом видении, внезапно отворяется дверь, и в комнату входит давно отсутствующая сестра и бросается в объятия брата со словами «Да благословит тебя Бог, любезный брат!» Костюм ее совершенно соответствовал одежде призрака, явившегося несколько часов назад. Оказалось, что сестра, сильно стасковавшись по нем, отправилась в путь, не уведомив брата, на дороге была застегнута бурей и вынуждена была остановиться на несколько часов в деревне недалеко от города. В этом рассказе многое не вполне ясно. Представляла ли себе мысленная сестра сцену свидания? Не формулировала ли она уже вперед слова, произнесенные ею при встрече с братом? И не определила ли таким образом сама действие и речь призрака? Или же он действительно действовал самостоятельно, предугадывая сцену свидания, или же это совпадение было чисто случайным? Трудно ответить на эти вопросы. И всякий согласится, что пока подобные сообщения делаются в такой неопределенной форме, едва ли можно ими пользоваться для научного объяснения фактов. Шилец Гербер рассказывает, что он однажды, еще бывший учеником первого класса, увидал на улице одного своего старого знакомого, который в это время, как он, наверное, знал, находился в расстоянии 15 миль от города. Когда видение через минуту скрылось, он пошел к сыну этого знакомого, своему товарищу по гимназии. Оказалось, что тот об отце ничего не знает. Через несколько дней совершенно неожиданно приехал отец навестить сына, о котором получил стревожившие его известия. Все вышеприведенные примеры мы можем охарактеризовать следующими словами Иван Гельмонта. Существует, говорит он, некоторая экстатическая сила, которая, будучи возбуждена пылким желанием или чрезвычайно живым представлением, может переносить наш дух к предметам, находящимся на значительном от нас расстоянии. Знаменитейшие естествоиспытатели средних веков, богословы, философы, врачи, сходились в этом отношении. Кто признает нераздельность душевных функций, должен необходимо допустить перенос мыслей вместе с призрачным, астральным телом. Возвратясь к занимающему нас вопросу, мы увидим, что появление двойника не всегда обуславливается внутренним, особенно сильным напряжением воли. Нередки и такие случаи, где для его появления оказывалось достаточно простого желания или даже помышления. Директор гимназии Музас рассказывает, что его отец в качестве проповедника должен был посещать пять отдельных приходов. И очень часто в некоторых местах его увидали за час или два раньше, чем он действительно являлся туда, то есть когда он был в дороге. Его видели, как он переходил дорогу, приближался к дверям дома, как будто собирался войти и затем быстро исчезал, как только кто-нибудь выходил к нему навстречу. Господин Эф, земский судья, послал своего письмоводителя в соседнюю деревню по одному делу. Спустя несколько времени вдруг письмоводитель входит в комнату, приближается к шкафу и, вынув оттуда какую-то книгу, начинает ее перелистывать. Судья, рассердившись за промедление, спрашивает ее, почему он не пошел по его поручению. При этом вопросе письмоводитель исчез, и книга упала на пол. Пораженный этим случаем, судья взял книгу и положил ее на стол открытой, как поднял. Вечером письмоводитель, вернувшись домой, рассказал, что на дороге он встретился с знакомым, и во время пути у них возник спор по поводу определения одного найденного ими растения. Он был так уверен в правоте своих слов, что обещал, придя домой, точно справиться об этом растении у линеи, причем сказал, что может даже указать страницу, где о нем упоминается. Оказалось, что упавшая из шкафа книга была именно сочинение линеи, и была открыта как раз на той самой странице. У того же автора мы встречаем другой подобный рассказ. Один молодой человек поехал в Геттинген, чтобы писать там диссертации, пользуясь тамошней обширной библиотекой. Когда его работа уже значительно подвинулась вперед, он вспомнил, что в числе книг, виденных ему отца, была одна монография, необходимая ему как материал для его работы. Он тотчас написал отцу, чтобы тот как можно скорее выслал ему эту книгу. Но получил ответ, что несмотря на все старания, отцу не удалось найти названное сочинение. Несколько дней спустя отец молодого человека работал в своей библиотеке, и когда встал с места, чтобы достать с полки какую-то книгу, вдруг увидал сына, стоявшего рядом и протянувшего руку, чтобы снять с верхней полки нужную ему монографию. «Откуда ты взялся?» – вскричал он в изумлении, но видение мгновенно исчезло. Когда, потом успокоившись, отец поискал в библиотеке в том месте, куда была протянута рука сына, он тотчас же нашел искомую монографию и поспешил отослать ее в Геттинген. И в то же время получил письмо, в котором сын подробно описывает, где и на какой полке должна находиться упомянутая книга, именно там, где отец и перед тем нашел ее. Особенно сильное напряжение воли может иногда заменяться постоянной и продолжительной мыслью о данном предмете. Мыслью, которая настолько и вкореняется, что становится постоянной привычкой. Гаппах рассказывает весьма замечательный и даже трогательный пример появления двойника, происходившего не вследствие напряженной воли, а постоянной, направленной на один и тот же предмет мысли и привычки исполнять свои обязанности, сделавшейся как бы второй натурой. У автора этого рассказа была старая служанка, образец аккуратности, всегда чрезвычайно огорчавшаяся, когда ей случалось сделать хотя бы малейшее упущение в сфере своих обязанностей. Ежедневно в три часа утра она приносила ему чай, причем подавала та же ей часы, висевшая под зеркалом. Сама она не умела узнавать время по стрелкам. А одна жена подошла к двери так тихо, как будто шла в одних чулках, приблизилась с часами к его постели, затем повернулась и ушла, не ответив ни слова, когда он ее окликнул. Тогда он поднялся с постели, подошел к двери, оказавшейся запертою, и поднялся к служанке во второй этаж. Там он нашел ее крепко спящую, так что ему с трудом удалось ее разбудить. Спустя несколько дней повторилась та же история. С этих пор, услышав ее шаги, он начал ее окликать. И когда это была действительно она сама, то откликивалась. Когда же это был призрак, то ответа не получалось. Когда же он с вечера просил ее не проспать, а привезти ему чай в назначенный час, то призрак являлся около часа позднее ее действительного прихода. Иногда же случалось и так, что двойник приходил до двух раз. Всех таких появлений Гапах насчитал более сотни. И так привык к ним, что интересовался только их загадочностью. Когда деятельность двойника ограничивается обычными действиями его оригинала, подобно тому, как это часто бывает с лунатиками, проделывающими во сне то же, что и наяву, едва ли будет неправильно заключить, что оба эти явления имеют одну и ту же психическую основу, как и пробуждение человека в заранее назначенный им себе час. Все это отделение астрального тела в явлении двойников, воздействие на моторные центры нервной системы в лунатизме, или, наконец, пробуждение в назначенное время благодаря так называемым головным часам, играющим важную роль в явлениях лунатизма. Все это, говорим, зависит от степени энергии воли, не перестающей действовать и во время сна. Возражение, что произвольное пробуждение случается чаще, чем лунатизм, а лунатизм чаще, чем явление двойников, тогда как усиленное напряжение воли должно бы вызвать явление в обратном порядке, объясняется слишком еще недостаточным наблюдением фактов, благодаря тому, что явление двойника часто не оставляет по себе воспоминания у его оригинала, а в посторонних свидетелях его требует некоторой доли восприимчивости или сенситивности. Мы, конечно, не можем знать, какое место занимают упомянутые головные часы в этом ряду явлений, но едва ли возможно сомневаться в том, что лунатизм требует большего напряжения воли, чем проявление двойника, ибо в лунатизме субъект увлекает собой и свое материальное тело, а двойник оставляет его на своем месте. Правда, лунатизм проявляется чаще, нежели двойники, но так как не все случаи двойников кем-нибудь наблюдаются, то весьма возможно, что в действительности двойники представляют явление более частое, чем лунатизм. Сказано нами, что проявление двойника как не оставляющее в субъекте воспоминания, сверх того часто никем не констатированное, так что явление остается незамеченным, встречается чаще, чем мы это думаем. Мы заключаем еще из того, что порой двойник бывает видим не тем лицом, для которого он явился, а совершенно посторонним, случайным свидетелем, одаренным способностью видеть такие явления. Два купца путешествовали вместе. Один из них ночью увидал, что к его спящему товарищу приблизился призрак его матери и наклонился над изголовьем сына. В ту же ночь эта женщина умерла. В этом случае явление было, видимо, свидетелем, одаренным восприимчивостью, тогда как сын, которому мать являлась, не видал призрака благодаря глубокому сну. Но мы не знаем, не видал ли он в ее во сне. Лунатики и самнамбул обыкновенно теряют при пробуждении всякое воспоминание о своих действиях, а в иных случаях действительность кажется им сновидением, так же и тот, чей двойник являлся другим, не сохраняет воспоминание о своей деятельности во время этого явления. А если вспоминает что-нибудь, то чрезвычайно смутно, считая это за сновидение. Так случилось с проповедником Вилькиндом, умершим в 1800 году. Будучи еще юношей, он, как это сохранилось в его памяти, путешествуя, во сне явился своей матери. А она же, приняв это за дурное предзнаменование, воскликнула «Ты умер, сын мой!» Перед тем она слышала, что кто-то подошел к дому и старался отворить запертую дверь, и после неудачной попытки перешел к задней двери, затем перед ней явился сын. Как мать, так и сам он запомнили и явления ей, произнесенные при этом матерью слова. Она точно же написала ему, прося скорее уведомить о себе, и успокоилась только по получению его ответа. Следовательно, двойник может возникать во время крепкого сна своего оригинала. По-видимому, это состояние оказывается даже более благоприятным, чем состояние бодрствования, ибо самосознание играет в этом явлении только пассивную роль, и скорее может препятствовать ему, нежели содействовать. Скажем в заключении, что выражение, где любовь или ненависть, там и душа, заключает в себе более истины, чем мы привыкли это думать. И относительно мысли мы должны отказаться от представления о силе безматерии. Если эти столь материально видимые образы лишь в исключительных случаях достигают до нашего чувственного восприятия, то это зависит от неспособности наших органов чувств к такому восприятию. В области мистики, где мы имеем дело с измененными способностями восприятия, мы можем найти более солидные основы для такого воззрения. Глава одиннадцатая. Телепатия. Способность души человеческой действовать при помощи воли на расстоянии. Что такое телепатия? Телепатия называется сношение одного субъекта с другим без всякого внешнего посредства чувственного или восприятия совершающегося в чужой душе чувств, идей, сверхчувственным и непосредственным способом. Очевидно, что таким образом понимаемая телепатия обнимает обширную область фактов, куда входит так называемое перенесение или чтение мыслей и умственное внушение. Когда один агент задумывается, например, какую-нибудь карту, задумывает число, фигуры и тому подобное, умственное внушение, с одной стороны, а другой персипиенс, отгадывает задуманное, находясь в другой комнате чтением мыслей, с другой стороны, то есть перенос мыслей, умственное внушение, плюс чтение мыслей. Надо бы заметить, что точно установившиеся терминологии пока не наблюдаются. Самый термин телепатия, то есть восприятие или чувство на расстоянии, или восприятие далекого, предложен Мэрсом. И при всей своей неопределенности вытеснил более точный термин Мэргофера. Телестезия. Возможность телепатии. Изобретение письмен, давшее возможность организации почты, устранившее необходимость посвящения посланного в тайну передомаемого известия, подвинуло способ сообщения мысленно расстояния уже значительно вперед. А разного рода телеграфы и телефон поставили это искусство на столь высокую степень совершенства, дальше которого возможно будет идти разве только после того, когда будет усовершенствован способ телеграфирования. Без помощи проволок изобретен фотофонд, который должен передавать световые явления на расстоянии. Но что подумали бы вы, читатели, если бы вам сказали, что мы обладаем средством мгновенной передачи наших даже невысказанных мыслей на сотни и тысячи верст, без всякого дорого стоящего материального сообщения и каких-либо механических приспособлений. Мало того, не только наша мысль способна передаваться через громадное пространство, но даже та обстановка, при какой она нам явилась, и те слова, которые при этом были высказаны, сообщаются лицу часто никогда нас не видевшему и находящемуся на другом конце земного шара. И все это дает нам сама природа, и нам остается только изучить те условия, в которых такая чудодейственная передача мыслей и образов возможна. Правда, до сих пор мы в этом отношении почти ничего не знаем. Но самый факт возможности сверхчувственного сообщения мыслей другому лицу уже не подлежит никакому сомнению. Вам, читатель, конечно, приходилось слышать и, вероятно, наблюдать, что у людей, находящихся в частом общении друг с другом, например, в влюбленных, нередко одна и та же мысль возникает почти одновременно. В таких случаях обыкновенно бывает, что едва только один начинает говорить, когда другой заявляет, я тоже хотел это сказать. Известная игра, в которой, держа данного субъекта за руку, заставляет его путем мысленного внушения проделать задуманное обществом действие, представляет собой простейший пример эксфериментального исследования такого чисто психического воздействия индуктора на перципиента. Индуктором, агентом, оператором, в частности, магнетизером, называется то лицо, чья мысль или впечатление сообщается другому лицу, носящему название перспиента, пациента, субъекта, перцептора и т.п. Правда, относительно такого рода опытов было не раз высказано в возражении, будто они не могут служить доказательством действия одной воли на другую, так как при них возможны непроизвольные мышечные сокращения, сопровождающие всякое мысленное внушение. Но это возражение не выдерживает критики ввиду того, что иногда бывает достаточно одного только прикосновения для возбуждения определенной галлюцинации, представлений или идеи в субъекте, не поддававшимся внушению. В настоящее время возможность действия воли на расстоянии мысленного внушения и вообще всякого сверхчувственного психического переноса уже никем серьезно не отрицаются. Все подобные явления получили общее название телестезии или более распространенной телепатии, частным случаем которой является телефания. Они были известны уже во времена глубокой древности, хотя опытное их исследование началось только около 1825 года во Франции. Но так как отношение тогдашнего ученого мира к явлениям, так или иначе связанных с магнетизмом, было очень неблагоприятно этим исследованиям, то до 1873-1875 годов они не только не имели никакой определенной программы, но даже и вовсе игнорировались большинством ученых. Только после того, как Барретт в своем отчете, представленном Британской ассоциацией в Глазкове, сообщил о существовании фактов передачи мысли без помощи гимнотизирования, началось обсуждение этого вопроса в специальной и общей печати, а опытом дано было систематическое направление. Вскоре было замечено, что соприкосновение агента с перцепиентом вовсе не обязательно для сообщения впечатления, что путем сосредоточения мысли оператора на определенном предмете или местности, которая находится где-нибудь далеко и совершенно неизвестной пациенту, является возможность вызвать в последнем настолько ясное представление о задуманном, что он в состоянии описать его во всех подробностях. Мало того, не только мысли и представления способны передавать все перцепиенту через пространство, но даже разные вкусовые, осязательные и тому подобные ощущения, при том с такой силой, что часто граничит с вполне реальными ощущениями. Для того, чтобы дать понятие о такого рода опытах, приведем здесь пример, взятый нами из французского сокращенного перевода сочинения, откуда мы почерпнули значительную часть материала для настоящего очерка. В 80-е годах в Англии, Америке, Франции, даже в Австралии, Сидней, был произведен ряд опытов над передачей вкусовых, обонятельных и осязательных ощущений, и полученные результаты вполне подтвердили возможность такой передачи. Так, например, из 20 опытов угадывали места боли в 10 случаях. Пациент указал его совершенно точно. В 6 определение было почти верно, и только в одном случае совершенно неправильное. Что касается передачи представлений и мысль в более тесном значении этого слова, то в этом отношении было сделано довольно обширное число опытов, решивших этот вопрос в положительном смысле. Среди такого рода исследований большого внимания заслуживают работы РИШЕ и разных специальных комиссий от ученых общих, занимающихся изучением вопросов психической жизни человека. Большая часть этих опытов производилась над угадыванием чисел, имен, карт и рисунков. Самая постановка опытов была очень разнообразна и исключала возможность всякого обмана, если бы даже его возможно было предположить, при том составе вполне достойных доверия лиц, которые входили в состав комиссии.